Добрый вечер, уважаемые друзья! В эфире информационный выпуск, подготовленный корреспондентами общественного соянского телевидения. В студии для вас работает оператор Юрий Кузьменко и ведущий программы Дмитрий Поличук. Сегодня в выпуске. На пожаре в зиме погиб человек. Саянскому педагогу вручили ключи от квартиры. Из-за действий мошенников житель города потерял 60 тысяч рублей. Лучик надежды объявил сбор средств на стерилизацию животных. А теперь об этих и других событиях более подробно. 8 февраля на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании в одном из домов в зиме. Когда пожарные прибыли к месту возгорания, дом был охвачен огнем. В ходе проведенной разведки в одной из комнат был обнаружен труп мужчины. По данным сотрудников огненного ведомства, основная часть возгораний в жилом секторе приходится на зимний период, так как жители Саян-Назиминского региона начинают усиленно топить печи и использовать большое количество электронагревательных приборов, что в свою очередь при неправильной эксплуатации может привести к пожару. Так, 8 февраля в зиме произошло возгорание, в результате которого погиб мужчина. На пункт связи части ПСЧ-15 города Зима в 2.57.8 февраля 2023 года поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Калинина. Значит, по прибытию к месту пожара первых пожарных подразделений было установлено, что жилой дом полностью охвачен огнем. Значит, приняты меры были к тушению пожара. После проведения тушения и разведки пожаров внутри дома был обнаружен погибший мужчина. Особую опасность вызывает самодельный прибор. В надежде сэкономить лишний рубль, люди забывают, что рискуют потерять собственную жизнь или здоровье. Несмотря на все предупреждения и разъяснения инспекторов Государственного пожарного надзора, граждане продолжают эксплуатировать самодельные обогреватели. Чтобы сократить число несчастных случаев, сотрудники МЧС рекомендуют устанавливать горожанам в своих домах датчики раннего обнаружения пожара. Хотелось бы порекомендовать всем нашим гражданам, жителям города Саянска, Зимы, Зиминского района. Сейчас имеются в продаже автономные дымовые датчики раннего обнаружения пожара, которые в случае попадания дыма издают громкий звуковой сигнал и смогут разбудить, поднять даже соседей. Звук очень громкий. Эта небольшая коробочка реагирует на задымление, обнаруживает возгорание на начальной стадии, выдавая мощный звуковой сигнал, тем самым предупреждая людей об опасности. Исследования показывают, что за счет применения извещателей количество пожаров уменьшается на 25-30%, а количество человеческих жертв сокращается на 60%. На сегодняшний день применение данных приборов – один из эффективных способов защиты от пожаров. Радости нет предела. Сегодня состоялось вручение ключей от квартиры саянскому педагогу, учителю английского языка, третьей саянской школы Екатерине Анучиной. Короче, вот есть горячие туры, да, есть горячие петерки. Ресота квартиры. Горяйшее не после пожара. Други, кто хочет? Да, она старенькая, да, она не новая. В 1.12 прямо под окнами наших рыбок. Что, никому не надо? Встать. Фамилия. Душа Матьевна Владимировна, третья школа, учитель английского. Это был ее звездный час. Педагог английского языка третьей саянской школы Екатерина Анучина неожиданно для всех и самой себя стала обладательницей собственной однокомнатной квартиры, расположенной на которой по адресу микро-район Юбилейный 12. В саянской школе Екатерина работает с сентября 2022 года. Мама двоих детей переехала в наш город из Куйтунского района. Администрация поможет с ремонтом. Новоселье запланировано на март, но приятные сюрпризы только начинаются. Запланировано, что под квартиры для бюджетников будут переоборудованы нежилые помещения во вставке 2,7. В 21-м доме запланировано сделать 4 квартиры. Также под жилые площади будут реконструированы помещения медсанчасти. С 1 декабря 2022 года вошли в действие электронные полисы обязательного медицинского страхования. Однако пластиковые и бумажные аналоги на сегодняшний день не теряют своего значения. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования напоминает, что с 1 декабря 2022 года для всех застрахованных в ОМС начали действовать виртуальные полисы. Пациенты, которые приходят на прием к врачу или записываются на прием, и в поликлиниках они предъявляют только паспорта, либо свидетельство о рождении детям до 14 лет. То есть полисы бумажные, на бумажном и пластиковые карты, они сейчас не обязательны. Электронный полис ОМС – это просто номер записи пациента в едином регистре застрахованных лиц, доступный пациенту в виде штрих-кода в личном кабинете на госуслугах или выписки из единого реестра застрахованных лиц, которую можно получить при обращении в свою страховую компанию. Я напоминаю, что у нас страховые компании в городе Зиме, в Саянске. Две страховые компании сейчас работают. Это Сагас Мед в Саянске, она расположена по адресу, она поменяла свой адрес и находится в микрорайоне Олимпийский, 11. И страховая компания Ингострах М, которая находится в микрорайоне 2Б, дом БТО Солнечный. Стоит добавить, что полис ОМС на бумаге или пластике, который на руках у граждан действителен, в течение всего периода его действия и замены не требует. Вместе мы сможем больше. Даже маленькие суммы могут стать весомым вкладом в столь нужное дело. Центр помощи животным «Лучик Надежды» объявляет сбор средств для проведения стерилизации бездомных животных. Волонтеры Центра помощи бездомным животным «Лучик Надежды» вновь обращаются за поддержкой горожанам. В Центр поступили новые животные, которых необходимо стерилизовать, и на это нужны немалые средства. Котики были подобраны со дворов, собака подброшена к военкомату, другое животное, Сара, спасено от голодной смерти в городе Зиме. Волонтеры будут благодарны любой сумме в размере 10-50-100 рублей. Давайте вместе поможем снизить численность бездомных животных и подарим хвостикам надежду обрести новую семью. Желающим помочь перевод на номер телефона 8-950-10-66-192 на имя Татьяны Александровны А с пометкой «Стерилизация». Заранее благодарим всех за помощь. Регулярно участковые полномоченные Саянского отдела полиции проводят рейдовые мероприятия и выявляют точки, где нелегально реализуют алкогольную продукцию. В рамках проводимых профилактических рейдов сотрудники полиции продолжают выявлять нарушения продажи спиртного. Совместно с представителями общественного совета стражи правопорядка пресекают факты незаконной продажи алкоголя. Сотрудниками службы полномоченных участковых полиции на постоянной основе проводится работа на административных своих участках, а также в проводимой сейчас операции «Жилой сектор» работа по выявлению граждан, занимающихся реализацией алкогольной продукции в «Жилом секторе». Хочется отметить, что мы проводим эту работу на постоянной основе, выявляем таких граждан, которые реализуют, отправляем данную жидкость на экспертизу и далее привлекаем таких граждан к административной ответственности. Хочется отметить, что данный гражданин будет оштрафован в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Если в магазинах и специализированных торговых точках продавцы из-за больших штрафов не всегда идут на нарушение закона, то в «Жилом секторе» продавцы огненной воды сознательно идут на нарушение и не боятся попасть под административку. Хотелось бы отметить, если вы стали свидетелем, очевидцем какого-либо преступления или правонарушения, а также если в отношении вас совершены какие-то противоправные действия, то есть вам необходимо обратиться в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, то есть сообщение, заявление в любом случае в круглосуточном режиме дежурная часть примет и будет проводиться проверка. Часто горожане знают, что в той или иной квартире практически круглосуточно занимаются продажей горячительного. И очень важно, по словам стражи закона, чтобы саянцы не оставались равнодушными и сообщали о любых нарушениях в полицию. Грани творчества. Под таким названием в детской художественной школе открылась выставка талантливых молодых педагогов Ангелины Пономаревой и Александры Бирской. Молодые, талантливые, яркие, творческая среда Саянска пополняется новыми дарованиями, которые удивляют и радуют своими талантами. Грани творчества. Под таким названием в детской школе искусств открылась выставка работ молодых художниц, преподавателей Ангелины Пономаревой и Александры Бирской. Конечно, здорово, что в коллектив нашей школы вливаются молодые творческие люди. Замечательно, что теперь они эти традиции подхватывают и развивают. На Вернисе же представлены разнообразные жанры и стили, живопись, графика, работа с текстилем. Совместная выставка авторов организована неспроста. Девушки вместе обучались в художественном колледже Иркутска. К успеху мы еще не пришли, отмечают они. Это долгий и непростой путь. Впрочем, 21 год, все дороги открыты и все еще впереди. Кстати, как молодому специалисту Ангелине Пономаревой предоставлено муниципальное жилье. Портреты очень нравятся. Выражать характер людей, рассматривать их. Еще декоративность. Декоративность в работах нравится очень. Натюрморты, пейзажи рисовать еще тоже. Ну, в общем, всего понемногу. Мы такие немножко разностороннее получились. Конечно, волнительно. Первая такая выставка. Ну, пока что не прям масштабная, но все равно очень волнительно. Но мы, правда, не ожидали, что у нас будет такая выставка. С значимым событием девушек поздравили коллеги, ученики, друзья и родные. Это действительно ее призвание, говорит мама Александры Бирской. Она идет по своему пути. Я рада очень, что у меня дочка вот такая художница получилась. Не зря мы столько бумаги извели, как говорится, с самого раннего. Как только она научилась ручку держать в руках, так вот она у меня и рисует, и рисует, и рисует бесконечно. Не нужно бояться создавать что-то новое. Подкупает энергетика, которую излучают работы этих талантливых авторов, отметили зрители. Желаю делать то, что нравится. Найти свою мечту. Это, наверное, одна из главных целей жизни. Хочется этого пожелать. Найти свою мечту и исполнить ее. В дежурную часть Саянского дела полиции обратился мужчина, который, по его признанию, стал жертвой мошенников и лишился 60 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В очередной раз Саянец стал жертвой мошенников, которые банным путем заставили мужчину практически добровольно отдать злоумышленникам свои сбережения. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он сообщил, что с его счета неизвестная женщина пытается снять деньги. Сообщил, что через несколько минут ему позвонит сотрудник банка. Ему нужно будет назвать тот код, который он продиктовал. Это будет гарантом того, что это и действительно сотрудник банка. Соответственно, после этого мужчине перезвонили, представились сотрудникам банка. И мужчина благополучно передал все свои данные, данные своего счета мошенникам. После чего у него была снята, так скажем, крупная сумма денежных средств со счета. В очередной раз хочу обратиться к горожанам. Напомнить им, что сотрудники силовых структур, будь то прокуратуры, полиции, либо иного органа, никогда не будут звонить вам на сотовый телефон и спрашивать ваши реквизиты. Если сотруднику полиции необходимо будет вызвать вас, он вызовет вас это официально и вызовет вас с повесткой. Никакого отношения сотрудники правоохранительных органов не имеют к банкам и не будут ни в коем случае выяснять каких-либо ваших персональных данных. Денис Говорящук отметил, что сегодня мошенники могут поделать любой абонентский номер, например, реальный телефон отдела полиции. Злоумышленники также используют приемы психологического давления и угрожают уголовной ответственностью. Единственный верный способ действия в подобной ситуации – прекратить диалог. Иначе преступники могут убедить вас и заставить действовать по их сценарию. В комплексном центре социального обслуживания населения прошел красивый и поэтичный праздник «Русский бал» под названием «Звени и пой, золотая Русь». В отделении дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания Саянска прошел красочный, красивый и поэтичный праздник «Русский бал» под названием «Звени и пой, золотая Русь». Вообще это мероприятие я придумала, когда посмотрела ролик. В 1903-1904 году царь Николай II решил провести в своем дворце русский бал. И вот все царедворцы и все придворные и иностранные гости, они были одеты в русские костюмы и прошел вот такой красивый русский бал. Захотелось провести что-то подобное. Этот русский бал был посвящен родине и русским песням, которые пришли к нам из далекого прошлого, но и в наши дни они продолжают жить и радовать людей. Это происходит потому, что в них отражается все самое важное, что волнует человека. Это любовь к России, любовь к родине своей, патриотизм развивает у людей, прилив энергии дает особенный, потому что родину, если любишь, естественно, что радость жизни приобретаешь от этого. В песнях народ наш изливал свою душу, свои горести, свои проблемы, свою любовь бескрайним нашим простором. И друг другу люди любили, радовались, на войну провожали, встречали, и тоже радовались и плакали. И все это отражено в наших песнях. Русские песни – выражение души и характера народа. Многие песни о родине стали народными. Они рассказывают о раздольности наших полей, о чувстве нежности к этим бескрайним просторам. «Красу твою не старели ни воли, ни беда, И вами, да марьями гордилась ты всегда. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, Грустить с тобой, земля моя, И праздновать с тобой». Такие праздники – возможность для людей и приятно провести свободное время, и обрести новые интересы, и установить дружеские контакты, поддержать свое психологическое здоровье, да и просто ощутить радость жизни. Практически любой славянский праздник сопровождал хоровод. Именно в общем хороводе осуществляется идея объединения людей, их силы и радости, разделенные друг с другом. 9 февраля отмечается Всемирный день стоматолога. Эта дата – хороший повод напомнить всем людям о необходимости профилактики зубных болезней и о правилах поддержания здоровья полости рта. Стоматология является одной из древнейших отраслей медицины. Прототип первой бормашины применялся для лечения зубов еще 9 тысяч лет назад. Сведения о прорезывании зубов, их росте и строении в зависимости от возраста, а также описание симптомов заболеваний зубов и полости рта, методы лечения и рекомендации по уходу за зубами уже были представлены в XI веке в каноне медицины – авиценны. К середине XVI века французским хирургам Паре были изготовлены инструменты для удаления зубов и разработана методика хирургических вмешательств в полости рта. Основателем стоматологии как профессии и науки считается француз Пьер Фошар. В 1728 году он опубликовал руководство по хирургии и лечению зубов, в котором систематизировал научные и практические знания в области зубоврачевания. Но поистине революционными для стоматологической практики стали два изобретения XIX века – зубоврачебное кресло и бормашина. Тогда же появились и специальные школы, готовившие дантистов. Развитие различных наук, в том числе и медицинской направленности, а также быстрый научный технический прогресс оказали большое влияние и на развитие стоматологии, которая в настоящее время является одной из самых высокотехнологичных и быстро развивающихся разделов медицины. Благодаря современным технологиям и препаратам процедура лечения зубов становится все более качественной и менее болезненной. На сегодняшний день российская стоматология, я считаю, сделала очень большой технологический скачок. Можно сказать, даже такая мощная революция произошла. Появилось на рынке множество нового оборудования, материалов, инструментов, есть имплантаты. И на сегодняшний день очень хорошие обезболивающие средства, что практически можно лечить зубы абсолютно безболезненно. И плюс большой прорыв в спасении зубов в поздней стадии запущенности. То есть, если раньше мы приговаривали зуб к удалению, то сейчас мы его спасаем, и он нам служит долго и качественно. Хочется отметить, что сегодняшняя дата – не только хороший повод поздравить стоматологов и дантистов с их профессиональным праздником, но и напомнить всем людям о необходимости профилактики зубных болезней и о правилах поддержания здоровья полости рта. Еще зима, а в воздухе уже витает запах весны. Саянцы называют февраль месяцем романтичным, ведь последний месяц зимы щедр на события. В народе его называют по-разному лютень, поскольку бывают еще в это время лютые морозы, а также бокогрей, так как начинает уже проглядывать солнышко и пригревать бока. Вообще же последний месяц зимы многие считают унылым. Я не люблю февраль. Да, почему? Вообще не люблю зиму. Для меня лучше лета. Есть положительные качества этого месяца? Ну, ближе к весне. Ближе к весне. У нас нынешний февраль, наверное, необычный будет. Почему-то тепло. Мне кажется, тепло. Ветров меньше стало. Но есть и масса причин, чтобы радоваться последнему месяцу зимы. Во-первых, это самый короткий месяц в году, в нем 28 календарных дней и немало праздников. Я люблю февраль за то, что это месяц ожидания весны. Это такое состояние. Вроде уже конец зимы, но до сих пор холодно. Сосульки уже повсюду. Очень романтичный месяц. Красиво, хорошо, тепло. Вот гуляем на свежем воздухе. Февраль я люблю за то, что уже начинается оттепель. Оттепель, настроение совсем другое. Уже с крышка, как бы не февраль, а начало марта. Ну, в общем-то, и морозы были, тоже как бы в радость было, потому что, наконец-то, думаю, хоть мороз есть. Ну, вот я люблю февраль. Наш город красивый люблю. Всегда все чисто. Улицы чистые, дворы чистые. Ну, в общем, вот так всех люблю. 14 февраля всех влюбленных ожидают признания, подарки, сюрпризы и прочие приятные моменты. В феврале начинает пахнуть весной. Воздух в это время особенный, а по утрам за окном вовсю галдят воробьи. А что на носу? Правильно, масленица. В этом году лакомиться блинами будем с 20 по 26 февраля. Масленичная неделя – это прекрасное время для отдыха с семьей, похода в гости, народных гуляний, приятных покупок и вкусных застолий. Ну, а 23 числа наши мужчины от мала до велика будут принимать поздравления с Днем Защитника Отечества. Начало февраля радует теплой погодой. Во второй декаде она будет еще и снежной. Самое время для прогулок и приятного общения. Согласно народным приметам, в феврале много иния на деревьях, будет много меда. Теплый февраль приносит холодную весну и заморозки. В конце февраля с крыш свисают длинные толстые сосульки к долгой весне и хорошему лету. Чем холоднее последние недели февраля, тем теплее в марте. Итальянское национальное блюдо, представляющее собой тонкую лепешку с начинкой из томатной пасты, моцарелла и базилик, обрело поклонников по всему миру. День пиццы отметят сегодня любители этой вкуснятины. Я мечтаю съесть пиццу, даже когда уже ее ем. Мало какой продукт завоевал такую популярность, как пицца. Это простое, на первый взгляд, итальянское национальное блюдо, представляющее собой тонкую лепешку с начинкой из томатной пасты, оливкового масла, помидор, моцареллы и базилика, снискало себе уважение и обрело поклонников по всему миру. Неслучайно итальянцы обратились в ЮНЕСКО с просьбой признать свое историческое гастрономическое изобретение не просто национальным достоянием, а частью всемирных ценностей. Считается, что свою историю это блюдо ведет еще с античных времен и происходит от латинского слова, буквально означающего «лепешка». Такие лепешки из теста с начинкой из разнообразных ингредиентов были известны в Италии, Греции, Персии. Однако именно итальянские мастера кулинарного искусства придали пицце тот незабываемый вкус, который продолжает покорять миллионы людей, впервые пробующих это блюдо. Они сумели выбрать необходимые для теста сорта пшеницы, из которой производится мука, сделать тесто нужной консистенции, точно подобрать приправы и ингредиенты для начинки. Изысканно и гармонично подобранное разнообразие вариантов начинки определило и разнообразие видов пиццы. Среди таких вариантов можно выбрать пиццу со своим вкусовым предпочтением. Мясную, сырную, с морепродуктами, овощную, с травами, с грибами и даже фруктами. Сегодня пицца продолжает оставаться одним из самых почитаемых блюд во всем мире. Она пользуется неизменно высоким спросом в ресторанах, а также остается одним из наиболее часто заказываемых блюд с доставкой на дом. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Ну а я же прощаюсь с вами с пожеланиями доброго вечера. Всего доброго. Берегите себя. Самое главное – будьте счастливы. Субтитры подогнал «Симон»!